Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил школу совхоза имени Ленина, где обучаются 925 детей. Цель его приезда – лично проверить завтраки в столовой образовательного учреждения. В понедельник в ходе приема жителей к нему обратилась мама учащегося Инна Жеманова. У нее были сомнения в качестве школьного питания. Кроме того, поступали обращения и от других родителей в социальных сетях. Обратились, потому что были жалобы от детей. Старшеклассники еще могут где-то что-то перехватить, чипсов, там еще что-то. Но младшие классы, они же не могут, у них, во-первых, нет еще пока особо карманных денег и где-то что-то забежать купить. Ну, они еще не доросли до этого. А жалобы были непосредственно и от младших классов, и от старших классов. Поэтому, естественно, как родитель, мы все беспокоимся о здоровье своих детей. Алексей Спаский оценил эту неравнодушную позицию родителей, поэтому решил сам попробовать завтрак школьника. В меню – рисовая каша, бутерброд с сыром и молоко. Все вкусно, все свежее. И даже стакан молока, которого я, честно говоря, отвык и не пил, наверное, уже лет 15, я тоже оселил. Поговорили с детьми, они подтверждают, что каждый день аналогичные завтраки, то, что они все съедают. Я сегодня справился с порцией, хотя она не маленькая, но, правда, не завтракал специально с утра для ее. В принципе, завтрак понравился, он достаточно разнообразный, в плане того, что там не просто пустая каша или не просто бутерброд. Единственное, это мое, как говорится, претензия, она для меня лично, для детей это нормально, она очень сладкая. Стоит отметить, что во всех школах муниципалитета действует родительский контроль, когда мамы и папы могут дегустировать еду в школьной столовой. Качество питания проверяется ежедневно, у нас есть бракеражная комиссия, мы снимаем пробы, ставим их на три дня, ставим в холодильник. Поэтому, как только, если появляются какие-то жалобы, то всегда, в первую очередь, все это контролируем, разбираемся, в чем причина, потому что у меня ребенок также учится в этой школе и завтракает, и обедает, и полдничает. Ознакомиться с 10-дневным меню, разработанным в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора можно на информационных стендах в школе, а также на сайтах всех образовательных организаций. Там же размещена и полная информация о поставщиках продуктов. Я ела путевроз с кашей и молоко пила. Вкусно? У вас так каждый день кормят здесь? Ну, а что больше нравится на завтрак? Каша. Всесторонний контроль питания в школах муниципалитета будет проводиться в течение всего учебного года. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok